Доброе утро коллеги! Всем, кто просматривает этот стрим в режиме онлайн, особое привет. Почему? Потому что вот так вот утром в понедельник начать, собственно говоря, смотреть, анализировать рынок, рисовать какие-то торговые идеи. Это, конечно, очень круто. Всех поздравляю с понедельником. Сегодня у нас 9 апреля. Работаем мы с вами по расписанию понедельника. А именно сегодня у нас с вами разбор сделок в 13.00 здесь, непосредственно на сайте, а также на канале YouTube. Я проведу разбор сделок своих, разбор сделок ребят, которые проходят подготовку, дабы оценить как успехи, надо сказать, у ребят, которые познают то мастерство, которое используем мы с вами здесь, каждый утренний брифинг, анализируя рынок Форекс, анализируя рынок российского и российской биржи, срочные и так далее, и так далее. Значит, давайте начинать. Начнем с экономического календаря. И сегодня у нас на Украине, да, мы с вами видим Пасха. Ну, в принципе, всех тоже с прошедшими праздниками. Думаю, тут заостряться не будем. Дальше что из интересного? Из интересного на сегодня у нас нету. Есть предложение посмотреть что-нибудь из интересного на всю неделю, то есть мы сразу выделим три бычка, да, инвестинговских. И посмотрим, что нам отфильтрует на неделю. На неделю. И мы видим с вами, что из основных событий во вторник, цен производителей, на самом деле, я бы не давал бы здесь три бычка. Марио Драги в среду в 14.00 почему-то, да, но я так понимаю, это не рядовая пресс-конференция. Публикация протоколов в ОМС, опять же таки в среду, публикация протоколов заседания по монетарной политике в четверг в еврозоне, но это я так понимаю, надо будет еще уточнить, но я так понимаю, это публикация просто протоколов тех, которые уже были соблюдены, и выступление главы Банка Англии в тоже четверг 22.00. В принципе, я бы сказал, что это неделя ФОМС, и это неделя каких-то дурацких уступлений. По большому счету, анонс смены монетарной политики в эти моменты практически никогда не проходит, поэтому просто треп. Вот я по-другому даже сказать не могу. Ну вот единственное, что публикация протоколов в ОМС, наверное, стоит на них обратить внимание, и сделать, возможно, какие-то движухи. Давайте посмотрим, что у нас по рынку, и давайте посмотрим, что у нас по ожиданию, по рыночным ожиданиям. Значит, пока, значит, вот это вот ожидание FedWatch Tools 7, да, то есть это ожидание процентных ставок, то есть как люди, торгующие на 7, на фьючерс, на процентную ставку, за какие ожидания они закладывают в публикации, собственно говоря. Здесь мы сами видим, что у нас данные за 2 мая, то есть это ближайшее заседание, которое будет, на котором возможна смена процентной ставки, как видите, сегодняшнего дня здесь нет, и просто, ну, это, скажем так, непростое, да, это сокращенный режим ФОМС, я так понимаю, если что, да. Значит, ну, и мы сами, это все неважно, важное ожидание, да, то есть мы видим, что 98,4% участников рынка ждут процентную ставку 150-107 байбайсных пунктов. Это нам с вами важно будет отметить, то есть лишь только изменения ожиданий будут привносить волатильность на рынок. Сама процентная ставка скорейнее. 13 июня – это тот день, когда рынок закладывает повышение процентной ставки, причем очень высоковероятно, да, 80%. Вот, еще должно быть, по-моему, в сентябре следующее закладка ожиданий. Ну, тут 50 на 50, да, то есть с этой стороны 50%, точнее даже быть 50, 0, 4, 50 и 4%. В ноябре, конечно, ждут уже больше участников рынка, ну, незначительно, но, тем не менее, больше. И декабрь, что у нас в декабре? 225-250 есть? Нету, нету, да, то есть рынок закладывает еще два повышения процентной ставки, это 13 июня, а также либо 26 сентября, либо 8 ноября, да, то есть ждем еще две. То есть вот такие вот ожидания на текущий момент есть, я думаю, что нужно их принимать во внимание. Но давайте вернемся к рынку, пробежимся, что у нас фактически есть. Поехали, европейская валюта. Идея наша на нонфарме дождаться плохих данных, увидеть импульс вверх и продать от края, то есть предполагая, что смена рыночной структуры не произойдет. В принципе, смена рыночной структуры не произошла, ничего не изменилось, но, к сожалению, мы не смогли здесь зацепиться в шорт. То есть наша идея, ну, не реализовалась. Давайте посмотрим, может быть, что здесь еще новое. По позициям в покупках, в продажах, в общем-то, все как всегда. Стопов возможных, да, каких-то я не вижу. Интересные стопы есть вот здесь, тут, на мой взгляд, да, они находятся за хай. Вот этим вот, и вот эти тоже, в принципе, неплохо выглядят, но это все далеко. По фьючам биржи CME, кластерный анализ, значит, мы смотрим с вами то, что вчера наторговались ближе к Америке. Ну, вот они, да, объемы просто тупо выросли, но их направление, на мой взгляд, не изменилось. И мы с вами все-таки находимся в боковичке, и из этого боковичка движение вниз для нас будет движение основным. Как вы не крутите, то есть, согласно тем тактикам, которые, методам анализа, методам прогнозирования, которые мы применяем. Я думаю, что, несмотря на нонфарм, несмотря на какие-то поползновения, нужно оставаться с той же самой идеей. То есть, с идеей того, что цена может вырасти, все-таки, да, до сопротивления, и там попробовать все это дело продать. Поэтому мы здесь с вами ничего нового не предпринимаем. Блин, мы с вами вот так вот продлеваем наш прямоугольничек и ждем. И ждем, 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 ждем. Цели точно такие же, то есть, рассматривать шорт. Сейчас, кстати, рассматривать шорт уже можно чуть-чуть где-нибудь повыше, чтобы соотношение лос-профит было более-менее приемлемым. Не то, что более-менее приемлемым, а получше, чтобы оно было, да. Вот, точно так же мы с вами не ждем цены выше 1.2260. То есть, сюда можно поставить стопик, в том числе, позиционный. Ну, где-то здесь шорт, и цели 22.45, это первая цель, и 22.10, это цель номер 2. В принципе, на мой взгляд, все может предположиться. Фунт. Здесь мы зашли. Здесь есть вход. Сидим. Пока в минусе сидим. Удручающий минус, на самом деле. Почему? Потому что фунт закрылся в хай дня, очень часто после этого никакой коррекции не бывает, движуха продолжается вверх без всякой остановки. То есть, и от этого-то некомфортно. Ну, по рыночным сантиментам. Есть ряд людей, которые шортили здесь. Поэтому можно сказать, что нунфарм против них. Да, но с другой стороны, и здесь у нас есть тоже застрявшие люди, которые купили, сейчас находятся в минусе. Но это небольшие значения, на самом деле. Весь открытый интерес находится здесь, конечно. Что, в принципе, логично. И стопы. Давайте посмотрим, есть ли здесь стопы. Хорошо бы их увидеть. Да. Но вот они есть, как бы над этим хаем. Такое вот скопление. Вл позишн. Примерно точно такое же скопление. И наш стоп стоит, блин, там же, где все остальные. И стрёмно от этого, на самом деле. Ну, ладно. То есть, по-хорошему-то надо свалить оттуда. Значит, здесь у нас по кластерам также, ниже кластеров шорт сохраняется. То есть, в принципе, структура не сломалась. То есть, то, на что мы сами рассчитывали по нунфарму. Да. Первая часть реализовалась. То есть, мы действительно доехали до... До чего? Доехали мы до ручки. Ну, то есть, до сопротивления. А вот обратно, блин, не идём. Не идём. И это стрёмно. Ну, давайте посмотрим, что делать. Стоп, во-первых, не убирает. Разгружать позиции не имеет смысла. Ну, вот есть кластера, ниже которых мы как бы, я бы сказал, не должны упасть. Но если мы туда упадём, то можно, как говорится, булки расслабить и ждать действительно дальше шорт. Короче говоря, сидим. Сидим, волнуемся. Кому сильно страшно. Можно, в принципе, разгружаться в минус частично. Может быть, я вот так вот и буду... Может, я так и сделаю. Именно частично. Но, тем не менее, шорт есть. Пока причин убегать я, честно говоря, не вижу особых, да. Ну, разве что только страх. Ну, это тогда уже не то, чтобы не ко мне, это тогда уже есть способы попробовать его как-то нивелировать. То есть, канадский доллар на ронформе не сделал ничего, да. То есть, он от самого хая до самого лоя показал 620 пунктов. Это в два раза меньше, чем... Примерно в два раза меньше, чем от AR дневной. Поэтому новости там не повлияли вообще никак. Единственное, что они повлияли, по-моему, это на людей, да. Потому что у нас здесь, ну, сразу открытых позиций стало много. Как в покупку, так в продажу. Причём много людей в продажу, да. То есть, мы видим, что вот на вот этом всём падении движения вниз ждали люди больше. Да, и поэтому, если уж торговать по системе против толпы, назовём это так, да, то мы как бы должны увидеть направление вверх. И это бы классно, потому что тогда, ну, в принципе, фунт мог бы пойти вниз. Всё. Стопы. Есть они или нету? Ну, наверняка, конечно, есть. Но какого-то конкретного скопления мы не видим здесь с вами. Никого-то преобладающего, да. Что с этой стороны, что с этой стороны. Поэтому здесь по стопам не проедемся. Кластера. Я так подозреваю, что там тоже накопились очень много. Но, в принципе, ничего сверхъестественного нету. То есть, профиль у нас вот такой вот. Да, мы вот здесь вот торговались. Короче говоря, всё сложно. Потому что, смотрите, движение вверх для нас это с вами как бы движение против толпы, которая здесь зависла. Но, с другой стороны, потенциала в этом движении вверх может быть мало. Потому что есть сопротивление вот это и вот это, которое в объёмном плане очень большое. То есть, туда мы можем, собственно говоря, не порваться. То есть, по-хорошему, про лонги бы мы говорили, если бы обновили вот эти вот сопротивления, то есть, всё вот этот боковичок прошли, тогда бы я рассматривал бы лонги уже более-менее всерьёз. Шорт. Можно начинать только после обновления минимума пятничного, да? Но тогда у нас получается, что большинство будет в плюс. И у нас как бы и там разногласия, и здесь разногласия. Поэтому, я думаю, что надо оставить данный инструмент и ничего не придумать. Японская иена. Идея о том, что мы можем провалиться на нонфарме и потом выскочить, хороша. Она пока не реализовалась. И мы тоже видим только первую часть реализации. То есть, мы двигаемся в сторону поддержки. К сожалению, здесь, в отличие от евро, я думаю, можно убрать лимиточку. Потому что сделка изначально, ещё в пятницу я это отмечал, не такая уж выгодная с точки зрения соотношения лос-профит. То есть, у нас до тейк-профит, в принципе, близко. Да, вот. Один к одному. Стоп лос-тейк-профит. То есть, можно здесь, на самом деле, преимущественно, математического никакого нет у нас здесь. Что народ? Народ у нас сидит, в лонгах купил. И к тому же движение вниз, опять же-таки, может стояться это против них. Стопы есть над хаем, но этот хаем не совсем понятен. Я ещё понимаю, что они были здесь. Над самым-самым приобхаем. Поэтому вот это вот мы опускаем. Они, на мой взгляд, значения особого не имеют. Кластера фьюч на доллар и японский иену. Он перевернут. И мы видим, что с вами что. Ну, давайте рассмотрим вот это вот движение. Видим, видим, видим. Достаточно наглую остановку здесь. Не похоже, что здесь кто-то вот прям выкупает, судя по дельте. Да, то есть, какой-то активность такой связанной с наглым выкупанием нету. Нету. Вот это всё ещё большое. То есть, до сюда доехать можем. Вот он, поинт в контроль. Ну, удалю я идею эту. И удалю не потому, что я не думаю, что иена не будет расти. Да, потому что соотношение лос-профит стрёмное. И я думаю, что оно того не стоит. То есть, даже если мы получим плюс, то мы получим плюс столько, сколько бы всего рисковали. В такой, подобной торговле на дистанции, то есть, имея в виду на длительный промежуток времени, оно не приносит профита. То есть, с рынка нужно стараться забирать в два, в три, в четыре раза больше, чем рискуем. Сейчас у нас один к одному, поэтому особого тренда там нету. Поэтому я не сторонник. Даже если оно реализуется, я просто сделаю вывод и всё. Значит, австралийцы. Ну, народ в покупках, как оно было, так оно остаётся. Особо ничего не произошло, тем более в пятницу. Да, тоже показали один из самых маленьких АТАР за день. 380 тиков, 380 пунктов, очень мало. Вкусные стопы здесь остаются, вкусные стопы здесь остаются. Из идей, ну, как бы основные движения вниз для нас всё-таки основное, да, то есть туда. Но на самом деле мы можем завернуть. То есть, вот она дневка, вот он объём, все дневки и всего контракта, да, по дневкам, судя по дневкам. И он весь сконцентрируется. Мы тут тупо зафлетили. И мы можем двинуться вверх. Поэтому, и что самое приятное, мы можем двинуться вверх и проехаться на вот этих стопах. Поэтому в прицел туда, до туда ехать 1000 пунктов. Получается, что хорошо бы нам за сегодняшний день здесь подрасти. И тогда завтра мы уже будем с вами смотреть по стопам, как оно получится. Золото. Ну, ничего абсолютно. То есть, мы тоже, Максим, что сделали, это упали до поддержки. Причём этих поддержек много. В среднем приближении видно, что мы как будто бы вниз идём. То есть, у нас был разворот. Мы тоже сами обсуждали, да, такое вот типа ложного пробоя. Со всеми признаками, которые там сформулированы, да, точно. Потом падение ещё одним пробоем. Потом импульс, падение вот этот объём. То есть, мы как будто бы двигаемся вниз. И, по идее, здесь надо пошортить. Но более глобально, это всё флетовая ситуация. И ни я, ни ребята, которые проходят подготовку, да, по обучению, я бы не советовал себя залазить. То есть, мы в этом флете находимся с начала этого года. И если раньше мы ещё торговали в лонги, то есть, предполагая, что это аптренд, да, то когда всё дело начало заворачивать, я думаю, что надо завязывать с этими лонгами и ждать какое-то проявление какой-то инициативы, если оно там, допустим, будет. Нефт в марке WTI сделала ровно то, что мы от неё ждали. Только мы ждали, конечно, чуть-чуть быстрее, но, тем не менее. Даун-тренд для нас основной. Единственное, чего мы там, да, боялись, это вот эта вот поддержечка. Мы её прошли. Поэтому тут можно рассматривать инструмент как шортовый. Комментарии, да, похоже, мы видим разворот состоялись полностью, обращая ваше внимание на то, как достаточно интересно, да, мы вот здесь тут скопились. То есть мы относим этот объём как объём продавца, поэтому при любом откате туда начинаем шортить. И где? Ну, вот по ценам примерно 69, ой, 62.90. То есть я выделю вот именно те кластера, которые здесь есть, да, 62.90. Вот они вот такие вот. Вот, и стоп в этом плане прятает лучше, конечно, наш захайся в этом накоплении. Тем более, что он очень красивый выглядит, 64.10. Куда будем падать? Давайте попробуем прицениться. Ну, хотя бы, если мы доедем даже вот досюда, на самом деле, то это будет неплохо. Почему? Потому что у нас там, ну, во-первых, возможно, открытый интерес. То есть это 61, да пусть будет 50, да. А во-вторых, значит, соотношение лос-профит такое. Не очень, не очень соотношение лос-профит. Но давайте дойдем до этих кластеров, да, то есть 61. То есть один к одному будем фиксироваться, может быть, треть, может быть, часть. На 61.15 попробуем доехать. То есть это вот наша идея с продажами. Идея с продажами. Так тут она выглядит. Вот так тут. Нефт-марки Brent. Накопили мы, я думаю, открытого интереса. Он тут даже уже успевает подзакрываться. Но это скорее новостное, да. Вот. И мы тоже здесь видим даун-тренд. И мы тоже можем здесь анализировать новый контракт и видеть, что основное движение вниз. Но в отличие от WTI мы не прошли поддержку. Поэтому не очень комфортно ее шортить. Но тоже можно пробовать брать на откате. Здесь у нас цены, получается, вот в районе этого кластера можно ловить. Это получается 67.95, начиная оттуда где-то с продажами, да. И 67.95. И, ну, самый хай, конечно. Отмена, так сказать, нашего сценария. Наша установка стопов примерно 68.90. Те, кто торгует на Форекс и CFD, на бренд, на WTI, цены маленько могут отличаться. Давайте даже посмотрим с вами их. 68.70. Да. 68.75 здесь хай. На этом бренде. А здесь у нас 68.90. Ну, вот делайте небольшую ремарочку. А почему так-то? Это же, наверное, на нефть. Так. А здесь у нас на WTI 60.40. 64.10, прошу прощения. Хай. И здесь 64.10. Ну, здесь все ровно. Но, видимо, бренд получается у нас не московский, да, а какой-то другой. Другой бренд. Другой бренд. Ну, понятно, что CFD, CFD на какой-то фьючерс, наверное. Хотя, фиг его знает. А может и на рынок спот. Откуда не взяли котировку? Ну, ладно, не суть важна. Дальше поехали. Доллар-рубль. У нас здесь с вами подросло все это дело. Сразу хочу сказать, что подросло ожидаемо. Но, к сожалению, мы ничего не предпринимали. Хочется отметить позицию лонговую. Не лонговую, а опционную позицию. Покупка с трендом 58.500. И я думаю, что мы ее не будем хеджировать от роста. То есть, в принципе, до экспирации, это у нас экспирация этих опционов на московской бирже будет 19 апреля. И мы попробуем дождаться какого-то роста. Потому что все выглядит достаточно интересно. То есть, ну, круто, да? То есть, я думаю, что хеджировать не будем. Попробуем выйти в профит по профилю. Ну, по позиции. РТС заваливается. Но здесь, скорее, боковые такие движения. 128.000 и 122.400. И мы можем отбиться в любую, как сказать, сторону. И здесь лучше принять, наверное, во внимание идеи от 3 апреля. То есть, мы говорили о том, что имеет смысл продавать только лишь при проявлении инициативы в шорт. Начиная с этой недели, кстати говоря, в пятницу, да, в пятницу мы запустим, я запускаю, попробую, если успею, запустить новую передачу по опционам. Кстати, всех приглашаю, то есть, так сказать, ознакомительное, чтобы люди понимали, что они себя представляют. Ну, и выставим какой-то счет, как публичный, как сохранение позиций. То есть, я думаю, это будет интересно. Вот это в эту пятницу я все расскажу. Почему в пятницу? Потому что я планирую сделать следующее в пятницу, это будет 13 число, посмотреть, каковы будут идеи, рассказать торговый план действий, вернее, на следующую неделю. Вот, 19-го проходит экспирация и, наверное, с 19-го мы там уже будем, с 19-го, с 20-го уже будем продавать. От сильности посмотрим, что из этого получится. Значит, РТС, короче говоря, ждем пробой, 122, 22 тысячи, да, и смотрим уже какие-то там дальнейшие движения. Раньше времени с вас туда не нужно. Сберыч очень плохо себя ведет, и мы прошли место с открытым интересом, в принципе, это понятно, и мы это уже обсуждали, но проблема в том, что мы пошли обратно. По мне это проблема, да, то есть мы явно тоже флетим, ничего интересного нету, и с акцией это тоже никак не согласуется. Но единственное, что могу сказать, да, тот факт, что мы прошли вероятных продавцов, может говорить косвенно о том, что все-таки акция лонговая и фьюч лонговый, и если уж что-то предпринимать, то покупки. А если уж предпринимать покупки, то вот откуда-то отсюда, да, то есть в тех местах, где, собственно говоря, проходила какая-то активность. Ну и давайте, в принципе, с вами выделим, это 25,275, примерно здесь мы с вами попробуем покупать, и стоп за минимум 24,640. То есть вот так вот мы с вами попробуем сделать, то есть из расчета, что мы там по флетим и пойдем до верха, ну хотя бы до сюда. То есть вот купить где-то здесь, закрыться где-то здесь таким стопом уже один к одному, но при условии, что все флетит, может быть, можно выдержать. Газпром и денег нету, я думаю, Газпром снимать с брифа, потому что тротим только время на него на самом деле. Вот, ну а ВТБ у нас пошли-таки вверх, но пошли они давно, и это было не пятничное движение, мы уже там поняли, да, что у нас ситуация швах еще в пятницу, поэтому я, честно говоря, повыскакивал. Здесь мы отмечали вот этот кластер по цене 54,15 как контрольный, мы на него ориентировались, мы с него продавали, насколько я помню. Сейчас мы до него добрались очень резко, очень нагло, поэтому вероятность его пробоя высока, безусловно высока, и актив может, в принципе, вырасти, тем более, что мы видим, что его нагло скупали. Ну, скорее всего, скупали, потому что инициирующие заявки были, проходили по АСКУ, то есть маркетбай, да, были в момент вот этой, скажем так, активности, и при этом с ростом открытого интереса, то есть это не закрытие каких-то там тейк-профитов, закрытие позиций, это открытие новых позиций, и надо, наверное, придерживаться тоже лонгов. Тут по-другому никак не скажешь, чтобы народ настроен вот таким вот образом. Видим, что за пятницу торговались много, при этом позиции в основном закрылись, но не сказать, что там какой-то явный перевес, поэтому имеет смысл, если уж и ждать, то отката, да, вот в район 52, 5250 мы ждем туда откат, наверное, да, и вот спряча стопик под 50150, мы будем, не будем ждать там цену, то есть такой вот тест, предположим, и вот поехали, ну хотя бы до вот этих вот кластеров с ценой там 50, 5500, пусть будет 5500 ровно, да, то есть в принципе это нормально, даже соотношение лос-профит более чем нормально. Биткоин мы с вами торгуем, есть у нас с вами цифровой портфель, в котором набираем позиции, позиции набрали только две, с усреднением, с эффектом без плеча. Каждый вторник мы публикуем цифровой портфель, он будет завтра, получается, поэтому тоже всех приглашаю, и там изменим какие-то позиции, если есть, но сегодня мы увидим с вами что? Гэп. Гэп на открытие, это фьюч, фьюч биржи CME, то есть гэп на открытие и весь объем находящийся здесь. Это может быть не совсем правильно анализировать по объему биткоин, там совсем другая, конечно, логика и совсем другие объемы, то есть то, что торгуется на CME, конечно, ничтожно со сравнением той капитализации, которая есть на споте, поэтому это лишь только предположение. Ну, 7800 и 8225 для нас это будет самое важное с точки зрения объемовой зоны, и мы будем ждать его решения-разрешения. СМП-500. СМП-500 никуда, да, скорее зафлетили, но из всего этого движение вниз, скорее всего, потому что у нас фьюч накоплен примерно вот в этих диапазонах. Я хочу сказать, что, да, пока мы ниже 2696, то, что о этом говорили, мы действительно ниже, и эта зона сопротивления сыграла свое дело, но, к сожалению, не проявила никакую инициативу. То есть максимум, что мы сделали, это упали до этих кластеров, поэтому из всего этого можно сделать что? Какой вывод? Можно сделать вывод, что 2694 пусть будет, да, это, собственно говоря, high, и 2553 это low, и движение вниз увидеть лучше. Я не знаю, будет оно или не будет, но если мы увидим, то на тесте, собственно говоря, разумнее будет продавать. Вот, и это уже с позиции на эту, в принципе, неделю, да, и если мы пойдем наверх, то тоже можно продавать, если оказывается выше, чем 2694, все шорты забываем и присматриваемся там уже к каким-то другим позициям. Продавать здесь сейчас, ну, считайте, что это 50 на 50, да, то есть в этом плане лучше дождаться хотя бы теста вот этого объема, то есть здесь продать с таким стопом и вот таким вот тейком, это будет один к одному. Но это не так уж потенциально, поэтому я буду этот момент пропускать. Ладно, ребят, давайте по вопросам, потому что все мы с вами просмотрели все инструменты, начнем с вопросов, с комментариев. Спасибо, кстати, большое всем тем, кто принимает участие в обсуждении и пишет комментарии, ставит лайки к видео, да, вообще в этом плане вы мне помогаете. В каком-то развитии. Так, Юрий, доброго времени суток, вопрос по сделкам на стопах 5 апреля по доллар-иену я расстроил так же, как и вы, поставил байстоп, сделка открылась на 70 пунктов и импульс слабый. И так, не менее, получаса цена не росла, я поставил бау, так как прокатиться по стопам не равняется ждать несколько часов, упасть ниже цена открытия и так далее. Вопрос на будущее, как в системе аналогичных условиях, что же ждать импульсного движения, все же ждать импульсного движения или же целый день держать сделку, как по иене 0,5. Значит, по этой сделке мы забрали профит, потому что импульс продолжился. И он даже давался больше, чем мы изначально на это расценились. Но вы правы в том, что торговля на стопах, которая относится к рыночному сантименту, который проходит подготовку. Я не знаю, Игорь, вы у нас проходили или не проходили подготовку. Там достаточно четко в правилах прописано, что импульс должен быть. И он должен быть резкий и в хороших, скажем так, правильнее будет вообще не заметить эту сделку. То есть вы поставили ордер, пришли, и она уже сработала. То есть не должно быть такого, что вы смотрите, следите за ней. Значит, что делать? Если прошел какой-то импульс, и цена не добралась до вашего тейк профита. Тут можно как подумать? Во-первых, она может чуть-чуть не добраться до вашего тейк профита. Это может быть ошибка в вас, в вашем торговле. То есть вы просто немножечко неправильно его посчитали, и вас просто не зацепило, либо тупо не повезло. Что в таких ситуациях делать? В таких ситуациях просто надо закрывать позицию полностью, скорее всего, потому что идея как бы отработала, но не добрались мы до тейк профита в силу того, что вы неправильно посчитали. Косвенно можно еще раз посмотреть на наличие стопов в том месте, в котором вы, собственно говоря, рассчитывали. Если их там нету, то надо закрывать позицию полностью. Скорее всего, импульса больше не будет. Или он будет, но он будет там так нескоро, что вы просто-напросто устанете ждать. Если, допустим, цена стрельного и половину расстояния, предполагаемое вами, не долетело, то тут тоже можно посмотреть наличие стопов, есть они там или нет. Если они остались, то и сделку можно оставлять, причем в полном объеме. Если их там нету, то надо тоже валить в полном объеме. В таких случаях я обычно людям советую частично закрываться, остальное ставить в безубыток. Тогда вы уже точно не потеряете. Конечно, в долгосрочной перспективе вы на этой тактике не заработаете, но не то чтобы на этой тактике. Вот таким вот подходом, половину закрывая и частично, и остальное ставим в безубыток, вы, если делать будете так постоянно, вы на этом не заработаете. Вы на этом потеряете, там от ожидания отрицательные. Поэтому определенного ответа нету. То есть, для безопасности половину закрываем и все, а для кого-то ждем. Я же когда-то жду, когда-то не жду. Вот и все. Тут повезет, не повезет. Иногда очень так бывает. Здрасте, Юлия. Я каждый день смотрю утренние брифы. Спасибо, у меня вопрос. Остались две незакрытые сделки на евробай и фунтбай? Подскажите, пожалуйста, мне их лучше закрыть или как? Очень интересно ваше мнение, уважение Натальи. Наталья, я, к сожалению, не знаю, какие у вас сделки. Я, к сожалению, не знаю, почему вы их открывали. Всегда, когда все позиции, которые я открываю и все процесс подготовки, который люди проходят, скажем так, обучение, опять же, я изначально говорю, ребята, вот прежде чем открывать какую-то сделку, подумайте, что вы будете делать в том случае, если она пойдет в вашу сторону или не в вашу сторону. То есть, грубо говоря, куда вы будете ставить стоп, если это направленная торговля. Если вы знаете, куда ставить стоп, там четко расписано, почему именно туда она должна стоять. Это не какое-то определенное количество пунктов, это определенное место. Если вы поставили стоп, вы имеете возможность заложить в эту сделку какой-то определенный процент риска от депозита. Один процент, два, пять, десять, сколько угодно. И цена очень слабо прогнозируется, практически не прогнозируется. Вы не сможете знать, куда пойдет цена, вверх или вниз, ни при каких условиях, никогда это все произойдет. Единственное, что вы можете знать, сколько вы на это рискуете, сколько вы можете на этом заработать. И что делать, если цена, допустим, как в случае с иеной, не проскользила. То есть, человек узнал, что делать. Он не спросил, дойдет ли это, либо не дойдет. В вашем случае, я не знаю, как вы купили. В вашем случае, я не знаю, куда пойдет цена, вверх или вниз. Я зарекся такие моменты говорить, потому что в каких-то моментах я говорю, что цена будет расти, поэтому оставайтесь в сделках. Цена заваливается, и человек думает обо мне негативно. Либо наоборот, я говорю, что все очень плохо, закрывайтесь. Вы выходите, допустим, даже с минусом. Потом цена идет в вашу сторону, и я опять козел в этом плане. Поэтому я зарекся об этом говорить. Когда-либо я так прогнозирую, просто я не вижу полную картину. Что вам делать, не знаю. Вот прямо честно говоря, не знаю. Если у вас существенная часть депозита уже в просадке находится, надо ждать. То есть, мы вытаскивали депозит очень просто. То есть, у человека, допустим, просадка была по счету 50%. Ну вот, сам так добился. Мы так посидели, порассуждали в том плане, что цену не спрогнозируешь. И тут такой момент. Если закрыть убыток сейчас, то это будет минус 50% от депозита. Восстановить депозит, вслитый на 50%, крайне сложно. Потому что вам нужно показать доходность 100%. Причем, чем раньше, тем лучше. Поэтому особого смысла отдавать 50% от депозита не было. Поэтому в какой-то момент имело смысл тупо ждать. И тут мы тогда либо выходим в плюс, символически может быть даже, либо в ноль, либо, собственно говоря, теряем все. Но если человек теряет все, то не то, чтобы это неплохо. Это, конечно, катастрофа. Но, знаете, отдать 50%, а потом не вернуть эти же 50% – это все то же самое. Ну а если вы, допустим, хотите убежать из рынка и сказать, что вы обожлись, но вы просто не туда пошли. Поэтому если просадки большие, а счет небольшой в номинальном выражении, то тогда имеет смысл оставаться, не дергаться. Потому что цена может выйти в вашу сторону. И у меня он алгоритм работает отчасти поэтому. То есть он там, работа по алгоритму, она не прогнозирует движение цен. Там практически никакого прогноза нет. Там действие управляющего, действие алгоритма выводит в плюс. Да, и вот может нам в июне будет уже год, как публичность всему выдается. Ну, пока катастрофы не было никогда. Юра, всегда лайк еще в начале просмотра за труд и интересные идеи, которые помогают лучшему систему. Большое спасибо за лайк. Юрий, выскажите, пожалуйста, откуда котировки берете для Атаса? Котировки я беру от CQG провайдера. Демка на 2 недели они предоставляют с возможностью перерегистрации на любую другую какую-то почту. В Атасе очень легко реализован на этот момент. То есть получить демку от того же CQG можно за 1 минуту. Без каких-то там дополнительных регистраций, как говорится, и смс. Деньги мы дарили на А, но это к другому видеоролику. Ну и все. Ну и давайте, ребята, по вопросам, которые в чате. Чат на сайте 3-4.net. Да-да-да, тут поздравляю всех с праздником. И все. Ну и на Украине. Здравствуйте. А, в Украине, а не на Украине. Все понял, в Украине. Да, это очень большая, очень частая оговорка, в том числе моя. Фунт куда идет, сказал. Фунт в бай идет, сказали. Но с откатами, ускорение на следующей неделе сильнее. Понятно. Ключевые точки 100, 140 пунктов и цены открытия недели. И с них откаты. Она пум-пум-пум. Ну, в общем, это все уже ближе к какому-то другому прогнозированию. И не является как-то вопросом. Все, коллеги. Большое спасибо за внимание. Всех жду на разборе сделок сегодня. Ставьте лайки под это видео. Не под это я сейчас перезалью. Да, будет запись. Подписывайтесь на канал, потому что мы только развиваемся. Мы сейчас стали, на мой взгляд, круче и интереснее. Стримы и так далее. То есть, все по подписке. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все пока. Хорошей торговой недели. Продолжение следует.